Я к розам хочу в тот единственный сад, где лучшая в мире стоит и заград, И лебедь, как прежде, плывет сквозь века, любуюсь красой своего двойника. Пожалуй, лучше, чем Анна Ахматова в своем стихотворении «Летний сад» о нем трудно сказать. Привет, друзья! С вами канал «Жизнь прекрасна». Как вы уже догадались, сегодня мы совершим прогулку по летнему саду. Это самый старый, самый известный и самый любимый сад в Петербурге. Который является памятником садово-паркового искусства I-III-XVIII века. Городская летняя резиденция Петра I основана в 1704 году на месте бывшей шведской усадьбы. Границами летнего сада являются фонтанка, лебяжья канавка, мойка и нева. Петр I не жалел на обустройство сада сил и средств. Он мечтал, что через много лет сад превзойдет своим великолепием Версаль. Первоначально сад засаживался однолетними цветами – летниками, поэтому и получил название «Летний сад». Царь пригласил для создания сада шведского садовника Шредера и началось воплощение мечты Петра I в реальность. Сад решено было сделать регулярным. А еще царь задумал устроить что-нибудь поучительное в саду. Он предложил сделать фонтаны с изображением на них сценок из басен и зопа. И через несколько лет в «Летнем саду» заработало 60 фонтанов с фигурками животных. К сожалению, фонтаны не сохранились. Они все были уничтожены наводнением 1777 года. Фонтаны, которыми мы любуемся сейчас, воссозданы по старинным документам и материалам археологических раскопок во время реставрации 2009-2011 годов. Фонтан-статуя Нерида – морская нимфа, оберегающая моряков. Скульптор фонтана – Антонио Кародини. Фонтан-пирамида расположен на главной аллее летнего сада. Раньше на этом месте находился большой квадратный фонтан. В пирамиду его превратили в 1725 году по желанию Екатерины I, сразу после смерти Петра I. Гербовый фонтан получил свое название благодаря резным двуглавым орлам, украшавшим центр водомета. Создание фонтана было поручено Зодчевому Грюмову. После его смерти в 1707 году дело продолжили архитекторы Еган Кинтлер и Иван Баус. В центре парадного портера – круглая площадка со скульптурой и коронным фонтаном. Фонтан спроектирован Михаилом Зимцовым в 1725 году. Своё название фонтан получил по форме струй, образующих композицию, похожую на корону. Фонтан украшен золочёными маскаронами. Это вид скульптурного украшения в форме головы человека или животного. Но, конечно же, главным украшением летнего сада остаётся его скульптурный декор. До Петра I в садах не устанавливали скульптур, но он так старался превзойти европейские парки, что повелел приобрести мраморные статуи в Италии оптом. Большей частью это работы Антонио Тарсия, Немезида, Ирок, Пьетро Бората, Македонский, Джованни Банадса, Аврора, Франческо Кобианко, Сатурн, пожирающий младенца. В годы Великой Отечественной войны на территории сада разместили зенитные расчёты, а в кофейном и чайном домиках были склады боеприпасов. Скульптуры закопали в землю, а цветники и газоны использовали под огороды. В послевоенное время летний сад удалось восстановить. Скульптуры возвратили на своё место. До нашего времени дошло более 90 скульптур. Скульптуры сейчас в основном заменены на копии, потому что итальянский мрамор плохо переносит русские морозы, да и от вандалов пострадало немало статуй. Среди сохранившихся известных скульптур Нимфа Летнего Сада, бюст польского короля Яна Сабецкого и его жены Марии Казимиры, группа Амур и Психея, серия Круговорот суток, Аврора, Полдень, Закат и Ночь. Летний дворец Петра I, сохранившийся до наших дней, построен в 1710-1712 годах архитектором Доминика Дрезини. Это небольшое двухэтажное здание. На его крыше флюгер в виде Георгия Победоносца, на углах водосточные трубы в виде драконов. Борельефы на стенах преимущественно посвящены мифологическим сюжетам и в аллегорической форме отражают события царствования Петра I, прославляют победу России в Северной войне и возвращении ей северных морей. Создание барельефов было поручено немецкому архитектору и скульптору Андреасу Шлютеру. У северного фасада летнего дворца установлена скульптурная группа «Мир изобилия». Скульптура была заказана венецианскому скульптору Пьетро Борату во знаменовании нештадтского мира, завершившего Северную войну. Во время последней реставрации 2009-2011 годов в Летнем саду восстановили несколько исторических зданий и аптекарский огород, высадили тысячи новых кустарников и деревьев. В Летнем саду был грот. Его строительство началось в 1714 году и закончилось в 1725, когда не было в живых ни заказчика Петра I, ни архитектора Андреаса Шлютера. Внутреннее убранство грота представляло собой царство подводного царя Нептуна. В 1777 году грот пострадал от наводнения настолько, что было принято решение разобрать его. В 1826 году архитектор Карл Росси использовал фундамент и уцелевшие стены грота для строительства паркового павильона в стиле классицизма. В память о том, что здесь в XIX веке была кофейня, сохранилось название павильона кофейный домик. Чайный домик – это небольшой деревянный парковый павильон, построен по проекту Людвига Шерлеманя в 1827 году. Летний сад включал в себя не только парковый комплекс, но также и огород с теплицами для выращивания экзотических растений. Согласно описи 1736 года, в саду имелось 7 деревянных оранжерей, в числе которых была брусчатая на каменном фундаменте, называемая африканской, и большая каменная оранжерея. В них выращивались арбузы, ананасы, дыни, гранаты, виноград, содержались лавровые, кофейные и прочие заморские деревья. В 2010-2011 годах здание Малой Оранжереи было восстановлено. За Малой Оранжереей располагался участок, получивший название Красный сад или Оранжерейный садик. В его северной части в конце 1730-х годов был разбит цветочный портер с фонтаном на центральной площадке. В южной части находились теплицы и хозяйственные постройки. Имелся и аптекарский огород. На его грядках выращивали овощи, аптекарские, поваренные, курьезные травы, душистые и пряные растения. В сочетании разнообразных цветущих растений, овощных культур, ягодных кустарников, геометрически правильная планировка участка придавали огороду парадный вид. Огород не только поставлял свежую зелень, овощи и фрукты к столу царственных особ, его ассортимент служил целем просвещения гостей. Сегодня в Красном саду представлены овощные, лекарственные и декоративные растения, которые, согласно историческим сведениям, выращивались в летнем саду Петровского времени. Обустройство звероптичьих дворов было традицией для парков 18 века. В летнем саду был также свой птичий двор. В его вольерах и павильонах обитали разнообразные певчие птицы, журавли, цапли и экзотические виды уток. На птичнике золотой голубь, а в домике с восточной стороны было множество редких голубей. Сейчас в летнем саду гуляют обыкновенные голуби. Напротив птичника устроен фонтан. Менажерийный пруд был сделан при Петре Первом по эскизу Яна Розина, мастера паркового искусства. Здесь содержались различные водоплаивающие птицы. Беседка в центре пруда – безлюбленное место отдыха Петра Первого, а в самом пруду катали на лодках детей. Пруд также пострадал при наводнении 1777 года и в 1786 году был засыпан, а в ходе реставрации летнего сада в 2010-2011 годах восстановлен. В Летнем саду сохранился чересчатый дуб Петровского времени. Его возраст около 350 лет. Это могучее, сильное дерево высотой с многоэтажный дом. Дуб является памятником живой природы с 2014 года. На сегодняшний день в Летнем саду произрастает около 2000 деревьев 25 видов. Преобладает липый клен, есть дуб, ясень, вяз и другие деревья. Сохранилась аллея старых лип. Их возраст около 300 лет. Реставрация благоприятно сказалась на биоразнообразии летнего сада. Сейчас в нем обитает около 30 видов птиц, встречается более 100 видов грибов и множество насекомых. Недалеко от главной аллеи в 1855 году установлен памятник великому русскому баснописцу Ивану Андреевичу Крылову, созданный скульптором Петром Карловичем Клоттом. Памятник Крылову появился благодаря народным пожертвованиям. В народе памятник называют Дедушка Крылов. На барельефах постамента изображено множество животных, героев басен. Квартет, мартышка и очки, волк и журавль, леса и виноград и другие. В южной части летнего сада расположен Карпиев пруд. Называется он так потому, что раньше в нем разводили карпов к царскому столу. Сегодня карпов в пруду нет, но живут утки и пара великолепных лебедей. В петровские времена здесь шумели фонтаны, а сегодня из всех украшений у пруда остались только большой вазон из розового порфира, подарок императору Николаю I от шведского короля Карла XIV и решетка чугунной ограды Шарлеманя. Решетку украшают щиты с изображением головы медузы горгоны и волосами из спутанных клубок смей. Наибольшую популярность имеет другая решетка летнего сада, установленная со стороны Невы и являющаяся символом Санкт-Петербурга. Конечно, прогулку стоило начать именно с этой решетки, но, как говорил Штирлиц, запоминается последняя фраза. Решетка летнего сада создавалась в 1770-1784 годах по проекту архитекторов Юрия Фельтона и Петра Егорова. На высоком гранитном цоколе установлено 36 гранитных колонн, увенчанных поочередно урнами и вазами. Между колоннами расположены 32 ажурных металлических звена в виде золоченых копий, листьев оканта и связанных золочеными розетками. Решетка летнего сада включает в себя трое величественных ворот, расположенных по осям центральных аллей. В них изящно вписаны металлические силуэты античных ваз с золочеными цветами. Ворота венчаются спиралями плавно изогнутых побегов декоративного растения и пальметы. По чертежам Людвига Шарлеманя установлены кронштейны в виде вееров Невская града. Про ограду летнего сада существует много легенд и историй, частично правдивых, а частично выдуманных, и сложены великолепные стихи. Строками из стихотворения Петра Вяземского «Петербург» я хочу закончить нашу прогулку по летнему саду. Железо, покорясь влиянию огня, здесь легкость удивит в прозрачности ограды, за коей прячется и смотрит сад прохлады. В этом году летнему саду 315 лет, и он по-прежнему восхищает своей красотой жителей и гостей Санкт-Петербурга. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Санкт-Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Санкт-Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова